Всем хорошего настроения и доброго времени суток. Перед вами крымские просторы, а именно нижняя плата горы Чаттердак. Мы приехали на экскурсию в пещеру Мраморную. Она считается самой красивой в Крыму, но ни видео, ни фото этого не передадут. Искусственного освещения для этого не хватает. Вход в нее расположен на высоте 918 метров над уровнем моря, как раз в 50 метрах от нас. Пещера обнаружена сравнительно недавно. В 1987 году военную часть, находящуюся здесь неподалеку, протягивали кабель. Для установки столба сделали взрыв, после чего открылся колодец глубиной в 6 метров. И по нему сюда и спустились первые люди, побывавшие здесь. Основная порода крымских гор – это известняк. Пронизанные трещинами скалы легко вбирают влагу. Сквозь них протекает вглубь горы дождевая и талая вода с растворенными углекислыми газами. Эта очень слабая угольная кислота взаимодействует с известняком, переводит его в растворимое состояние, долгими тысячелетиями промывает и протачивает себе русло. Вот так и образуется растущая обводненная пещера. Со временем подземная река может найти новую трещину и спуститься еще на один, на два, на три и более этажей. Пример красной пещеры, там их шесть. Пещера эта карстовая, заложена в мраморовидном известняке. Отсюда и название – мраморная, но к мрамору оно никакого отношения не имеет. Сейчас вы видите нишу юного спелеолога. Здесь можно увидеть почти все натечные образования, которые формируются в этой пещере. Хорошо видно сталактиты, те что растут сверху, сталагмиты, снизу вверх и сталагнат. Это когда они соединяются. А как они появляются? Я вам сейчас все расскажу. Капли воды, срываясь со свода, оставляют за собой колечко кальцитов. Когда капля висит, выпадает в осадок. Когда падает, образует пластинку. Вот так навстречу друг другу и растут. Перед вами сталагнат Визанская башня. Его возраст 40 тысяч лет. Если вода стекает, образуют каменные своды, каскады. В пещере есть еще такие натечные образования, как королиты, лунное молоко. Очень напоминает силуэт коровы. А здесь мы видим что-то похожее на черные бороды. Это корни скального дуба. В данном месте толщина породы 8 метров. Вы видите, что для корней это не проблема. Ведь корни дуба пробиваются до 15 метров. Влажность пещеры 98%. Это почти вода. Поэтому корни подпитываются из воздуха. Вы должны были заметить, что на натечных образованиях присутствует зеленый оттенок. Объясню, что это такое. Естественное состояние пещеры, полный мрак, темнота. Зеленого здесь быть не должно. Фонари горят 12-14 часов в сутки. Образуется ламповая флора. Проходит процесс фотосинтеза. Растет мох. Это небольшая проблема. Более серьезная опасность для пещеры исходит от человека. На входе нам сообщили, что в пещере ничего нельзя есть. Малейшая крошка, оставленная здесь через пару дней, превращается в большой клубок белой плесени. Пещера эта довольно большая. И из-за этого здесь хорошая акустика. В пещере регулярно проводятся концерты. Для этого есть специально оборудованная площадка. Эта пещера – излюбленное место летучих мышей. За время экскурсии они дважды чуть с нами не столкнулись. Здесь присутствует искаженное ощущение дистанции. Гуляя, начинаешь осознавать масштаб этой пещеры. Когда тебе кажется, что край уже рядом, а экскурсовод тебе говорит, что до этого места – размер футбольного поля. При этом рассказывают, что пещере миллион лет. И здесь была найдена челюсть саблезубого льва. Очень легко включаются фантазии при осмотре рельефов стен и натечных образований. В каждом изгибе видишь какой-нибудь свой сокровенный образ. Эту пещеру нашли случайно. И представьте, что вы всю жизнь ходите по какому-нибудь месту, а потом выясняется, что все это время под вашими ногами находилась одна из красивейших пещер, да еще и настолько больших размеров, что представить трудно. А сколько еще подобных, загадочных и красивых мест может быть скрыто и еще не найдено? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следите за моим каналом. И мы с вами обязательно посетим все самые красивые и загадочные места. Всего вам доброго и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok